Эта запись сделана во время одного из последних выступлений доктора Лестера Самрула в церкви «Слово жизни» в Швеции в 1995 году. АПЛОДИСМЕНТЫ Бог поднял для Себя еще одного свидетеля. Его свидетели часто гонимы. Мартин Лютер был гоним. Джон Уэсли был гоним. Иисус был гоним. Апостол Павел был гоним. Так что те, кто выходит и прокладывает путь, часто бывают гонимы. Но если они остаются верны, позади них будет множество последователей Христа. И это то, чего Иисус хочет. Аллилуйя! Так приятно видеть здесь столько людей. Такое чувство, что у меня день и ночь поменялись местами. По-моему, сейчас должно быть вечернее служение. Но это не так. Скоро будет еще одно замечательное собрание. Большой палатки. И это будет великая радость. Мы хотим сказать всем, кто приехал на эту конференцию, Бог да благословит вас. Да вас даст вам Бог. И да благословит Он вас за каждое усилие, которое вы сделали для того, чтобы приблизиться к Нему. Некоторые из вас пошли на большие жертвы, чтобы приехать. Пусть же Бог даст вам желание ваших сердец. Во имя Иисуса. И весь народ сказал, Несколько друзей попросили меня рассказать вам подробнее о ранних годах моей жизни. Ты можешь смотреть на свою жизнь сегодня. И она, возможно, очень отличается от того, какой она была много лет тому назад. Молодые служители, которые хотят ехать и пропагать, в том, что ты должен заповедовать. Ваша жизнь — это здание. И сначала нужно заложить фундамент. Тебе нужно опуститься в грязь. И сначала ты должен заложить туда шпитон и сталь, иначе здание не устоит. В начальной стадии твоего служения дела могут быть... смогут идти нелегко, и, может быть, тебе даже придется пострадать. Но по мере того, как ты будешь расти в Господе и будет расти твое служение, дела наверняка пойдут лучше и лучше. Я занимаюсь служением уже 65 лет, и сейчас оно в своем лучшем состоянии. Господь — благое Господь. И Он хочет, чтобы мы были верными людьми. В книге Иеремии... Пожалуйста, откройте первую главу Иеремии. В стихе 5-м говорится, «Прежде, нежели Я образовал тебя в отчреве...» Те, кто совершает аборты, им наверняка нужно прочитать это местописание. Здесь сказано, «Я образовал тебя в отчреве». Человек не может сотворить человеческое существо. Он даже не понимает, как оно сотворено. Ученые-медики могут смотреть на человека, но они не могут рассказать вам, как он создан. Из одного маленького сперматозоида появляются прекрасные глаза, прекрасный рот и 10 пальцев на ногах. Это делает Бог. Прежде чем Я образовал тебя, Он образует нас. Он делает нас. Человек не может сделать человека. Бог может сделать человека. Поэтому нам нужно полагаться на Него. Итак, Он говорит этому проповеднику по имени Еремия, «Прежде, нежели Я образовал тебя в отчреве...» Я опознал тебя. Представь себе, что Бог знал его до того, как он был образован. А если Бог знал его, то тебе лучше не трогать его, иначе ты будешь сражаться с Богом. И весь народ сказал, и Он говорит, «Я осветил тебя, пророком для народов подставил тебя». Когда я читаю это, я в изумлении. Я родился в греховном городе Нью-Орленс, штат Луизиана. Когда-то там жили индейцы. Им нравилось жить у великих вод реки Миссисипи. Пришли испанцы и победили индейцев на войне и выгнали их. Но потом пришли французы и выгнали испанцев. И назвали это место Луизиана в честь своего короля Луи. И назвали этот город Новый Орлеан, Нью-Орленс. По городу Орлеан во Франции. И этот город Новый Орлеан. Таким образом, они оставили очень большой след в том районе, в той области. Там были самые разные неприятности. Испанцы вернулись, пришли британцы. Это место много лет было местом, где были постоянные войны. И в конце концов между самими американцами были войны. Гражданская война. Город противоречий. Этот город был как будто магическим. Люди приезжают туда со всего мира. Они хотят посмотреть это место. Это место греха. Грех можно купить там очень дешево. Даже на тротуаре можно купить наркотики из Африки. Так что, если хочешь пойти в ад, тебе очень хорошо помогут. И недорого возьмут за то, чтобы пойти в ад. Вот где я родился. Однажды, в субботу, утром. Восемь часов. Утро было туманное. И в восемь утра семейный врач сказал, это мальчик. И моя мама сказала, мы назовем его Лестер, потому что так звали доктора. Это самая странная причина, чтобы дать кому-то имя. И через 3-4 года мои братья и сестры завели со мной разговор. Они сказали, мальчик, ты знаешь, что если ты младший, то тебе всегда достается на орехи. Они сказали, ты знаешь, что ты вообще-то ошибка? Что ты просто случайность. Нас уже было пятеро детей. И нам никто больше не нужен был. И тут ты взялся. Так что я думаю, что я всю свою оставшуюся жизнь буду какой-то случайностью. Я вырос. с этой мыслью, что меня не ждали, что я просто появился. Но я так рад, что мои родители не верили в аборт. Иначе я не смог бы сейчас быть здесь и рассказывать вам эту историю. Я был бы мертв. Но, к счастью, они позволили природе взять свое. И хотя они не хотели меня, и я не нравился им, вот я был тут как тут. Названный в честь врача. Я не знаю, когда приходит бунт, но во мне он появился рано. Может быть, мне в этом помогли мои братья и сестры. Они говорили, ты просто ошибка. Тебя не должно быть здесь. У нас было достаточно ртов, чтобы кормить их, и без тебя. И что-то во мне поднималось, чтобы сказать, я тоже вас ненавижу. Так что я вырос бунтарем. Я делал столько всего плохого, что мне стыдно об этом рассказывать вам. У нас там была большая палатка, такая же, как здесь у вас. И я как-то днем пошел туда, взял булавки, согнул их, взял рогатку и перестрелял все лампочки. В тот вечер там должно было быть служение церковное. И света не было. Я перестрелял. Все лампочки продырявил их. И им пришлось вызвать электрика. Он просмотрел все, но только не то, что нужно было. И в конце концов вывинтил одну лампочку. Потряс ее и сказал, здесь беда. Принесли новые лампочки и сделали объявление. Может ли кто-нибудь выяснить, кто же перестрелял все лампочки в этой палатке? А я сидел на заборе и смеялся. Потому что я долго никому не рассказывал. Моя мама была из пятидесятнического движения. И молилась на языках каждый день, пока я был у нее в животе. Я ничего не мог поделать с этим. Кроме как немножко пинаться. Но пока я рос, во мне развилось настоящее отвращение к религии. И я делал много таких вещей, которые были вообще никак совершенно нехорошие. Когда мне было 16 лет, я начал кашлять кровью. И я шутил с мальчишками и с девчонками. Это сок от моей жвачки. Так я говорил. Они смеялись, но я продолжал кашлять кровью. И однажды утром ее нашли у меня на постели. А семейный врач жил через два дома. Его позвали. Пойди-ка, взгляни на парня. И врач сказал, туберкулез. Скоро я слег в постель. Я похудел все сильнее и сильнее. И чувствовал себя все хуже. И так что скоро я уже умирал. Чувствовал это, и это было ужасно. К тому времени мне уже исполнилось 17. И я лежал. Умирал от туберкулеза. Ты чувствуешь такую злость на весь мир за то, что ты должен так рано умереть. Врачи делали все, что умели. Но я умирал от туберкулеза. Но позволь сказать тебе, если бы я не был болен туберкулезом, я наверняка ушел бы в ад. потому что я был нечестивый мальчик. Я делал все, что только есть плохое. Я даже не хочу касаться этого. Потому что вы вряд ли поверите во все, что я делал. Когда она, молодая дама, спросила меня, почему же сейчас ты такой хорош, если тогда ты был такой плохой? Я сказал, в этом вся суть, Голгофы. Иисус пришел ради меня и спас меня. И Он изменил эту природу. Так что я стал другим человеком. Однажды вечером, или, скорее, это было полтора половины дня, я начал откашливать большие куски легких. Их можно было положить на ладонь. Я откашливал их. Я так рассердился, увидев это. Эти большие куски моих легких говорили о том, что я умру. Мое лицо поблагровело. Мой голос сел. Побежали за врачом. И Он сделал все, что только мог. Пытался найти пульс. Пытался выдавить капельку крови. И прослушал меня, всю грудь, своими инструментами. Потом повернулся к родителям и сказал, этот мальчик умрет. через два часа Он будет мертв. Врачи обычно знают, сколько ты проживешь. Но тот доктор слегка ошибся. Все это происходило пятьсот тысяч часов тому назад. Я не умер. Через два часа. Я здесь прямо сейчас. И очень живой. Халлелюя! А Он сам мертв уже триста-четыреста тысяч часов. А я еще только начинаю жить. Вот что Бог может сделать. И когда я лежал там на кровати, а родители стояли в углу комнаты, и врач шептал им. Я вернусь сейчас, сказал он к себе в офис, и выпишу свидетельство о смерти. И он сказал, завтра я зайду к вам, занесу его, и вы пойдете к городским властям. Они выруют могилу вон там, на кладбище, и туда вы положите своего мальчика. Сегодня вечером он умрет. Я ничего об этом не знал. Родители мои, они знали об этом. А я лежал в каком-то состоянии вроде комы. Я посмотрел налево и увидел гроб. Гроб очень интересная вещь. Если он для кого-то, кого ты не любишь, можешь сказать, благодарю тебя, Иисус, за все благословения. Это был новый гроб. Это что-то отвратительное, ужасно отвратительное. Он был во всю длину кровати и открыт. И Бог сказал, это твой. А я не хочу его. Он все равно достанется тебе, сказал Бог. Ты умрешь. Вот твой гроб. Я не мог стерпеть этого. Это была моя первая встреча с Богом. Я отвернулся к стене. И на стене была большая Библия. Она была широко раскрыта. И Бог сказал, если ты будешь проповедовать, я позволю тебе жить. Я сказал, я ненавижу проповедников и я не буду проповедовать. Потом я посмотрел гроб. Я понял, что я оказался между молотом и наковальником. Я не хотел умирать. И я не хотел проповедовать. И потом случилось чудо из чудес. Ни один проповедник еще ни разу не объяснил, что это такое. Что-то произошло внутри меня. Я услышал, как мой голос говорит, Бог, я люблю тебя. Раньше я такого никогда не говорил. Я сказал, Бог, прости мне мои грехи. И я буду служить тебе. Не думаю, сказал я. Я хотел жить как настоящий настоящий грешник. И я не мог, служа Богу, жить так. Внутри мальчика разыгралась битва. Страшная битва. И потом что-то произошло. Бог вошел внутрь меня. И вдруг я сказал, я хотел бы проповедовать. И если ты позволишь мне жить все время, пока я проповедую, я буду самым пожилым человеком в мире. И прямо сейчас я работаю над этим. Я заснул. И на следующее утро, когда я открыл свои глаза, рядом стояла моя мама, христианка. Она смотрела, умер я уже или нет еще. Я пережил отпущенный мне срок уже на 10 часов. И она недоумевала, что же я умираю или нет. Доктор сказал, что я умру и я должен был бы умереть. Я открыл глаза. И первые слова, которые я сказал. Я буду проповедником. Но она-то знала, что я умру. У нее было семеро детей, и я доставлял ей больше бед, чем все шесть других вместе взятых. Она не могла себе представить, чтобы я был проповедником. Я сказал, я голоден. Я принесу тебе виноградный сок, сказала она. Я сказал, я не хочу никакого виноградного сока. А что ты хочешь, спросила она. Я хочу булочки, такие большие булочки, горячие, с плиты. я хочу ветчины, яиц, и хочу кашу. Здесь такой нет. Хорошая еда. Она начала плакать. Она сказала, ну ты же умрешь тогда. ты ничего такого уже давно не ел. Может быть, тебе как-нибудь потихонечку это кушать? Я сказал, да-да, я так и буду, давай неси сюда. Врач сказал, что я умру. И она сказала, ладно уж, все равно дам ему. Ведь врач сказал, что он умрет. И она пошла на кухню и вернулась с большим подносом. Я уже много недель не ел плотно. Во мне поддерживали жизнь очень нежным питанием. Она поставила всю пищу на маленький столик, который был рядом с кроватью, и ушла плакать. Матери крестят мир в слезах. Они плачут до того, как ты спасаешься, и после того, как ты спасаешься. У них для этих всех слез есть разные краны. И так она пошла плакать. А я стал поглощать жадно эту еду. Я съел все до кусочка. Это был завтрак для большого, крупного мужчины. И я съел весь его целиком. Через несколько минут она вернулась, вытирая глаза от слез. И сказала, где эта еда? «О, она у меня в животе», сказал я. «Еще принесешь?» «Я хочу есть». Она сказала, «Нет». «Это тебя убьет на месте». Я сказал, «Я же говорил тебе, я не умру. Я буду жить. и я буду проповедником». Никто не верил в это. Через три дня я окреп и ходил по дому. Через десять дней мы жили тогда в Панамо-Сити, Флорида, штат. Один друг тогда через десять дней повез меня на рыбалку в своей лодке. А через три недели Господь заговорил со мной. Ты обещал мне проповедовать? Да. Когда ты собираешься начинать? Ну, не знаю, сказал я. Он сказал, «Начинай сейчас». «О, Боже мой!» «Вот начинать уже надо. Что же я буду делать?» Моя комната была на втором этаже нашего дома. Я спустился вниз, где завтракал мой отец. Тогда он еще не был верующим. Он обратился к Богу через несколько лет. Первое, что я сказал, «Папа, я буду проповедовать». И он сказал, «Будь я проклятым». «Лучше б ты умер». «Я ненавижу проповедников». «Боже мой!» Он ударил кулаками по столу. И его чашка с кофе подпрыгнула и опустилась на стол, и он обругал меня. И он сказал, «Ты умрешь голодной смертью». «Я не знал, есть ли специальное кладбище для проповедников, которые умерли голодной смертью, или нет. Я не знал этого. Я вообще не интересовался проповедниками. Так что я думал, что отец знает, о чем говорит. Он так рассердился. Не закончил завтрак. Когда я нравился ему, он звал меня Лестер. Но когда он ненавидел меня, он говорил, «Мальчик». И я знал, что это означает беду. И он говорил, «Мальчик, это означало битье». Он сказал, «Я займусь этим, когда вернусь домой сегодня вечером». Хлопнул дверью, сел в машину и уехал. А я пошел к себе наверх. Упал на пол. И весь дрожал. Из глаз лились слезы. И я сказал, «Боже, Ты мой отец. Ты сказал мне проповедовать. Но мой земной отец опругал меня и сказал, что я умру голодной смертью, что меня все равно никто не захочет слушать. И я не знаю, что делать. И пока я лежал там на полу, Бог заговорил и сказал, «Прочти Исайя 41, стихи 10 и 11». Эти стихи будут фундаментом всю твою жизнь. Отмети к себе. Не бойся. Пока я лежал там на полу и рыдал, Бог выгнул из меня страх. Я уже больше не боялся отца. Я не боялся умереть. Я не боялся пойти куда-то. Страх оставил меня. Это было 65 лет тому назад. И с тех пор он не возвращался. Он давно уже ушел. И мы освободили тысячи людей от врага по имени страх. То, чего ты исцелился, что бы это ни было. Ты можешь исцелить от этого других. Всегда помни это. Не важно, от чего ты исцелился. Ты можешь молиться за кого-то другого, у кого та же самая беда. И поскольку у тебя есть на это вера, ты знаешь, что ты сам от этого исцелился. Ты можешь передать свою веру кому-то еще. Я встал там, с полом, оделся. Нашел в шкафу небольшой чемоданчик. Когда-то они стоили 19 центов, такие чемоданчики. Сейчас около 5 долларов. Но новые не такие хорошие, как те старые. Я взял из шкафа этот чемоданчик. Сложил в него все свои земные сокровища. И там еще осталось место. И спустился по лестнице. И там стояла моя мама. Куда ты собрался? Спросила она. Я ухожу. Проповедовать. Куда ты идешь проповедовать? Куда угодно. Кто пригласил тебя? Спросила она. Иисус. Со мной всегда что-то было не так. Она не знала, что делать. Она начала плакать. Ой, дорогие мамы. Она спросила, куда мне можно написать будет? Я сказала, у меня нет еще никакого адреса. Я сам напишу тебе. Я вышел за дверь. И там был один мой дружок. Он был на пару лет старше меня. Он был такой технарь. У него была такая старая машина. Без крыльев и без крыши. Он сам ее собрал. Он спросил, Лестер, куда ты собрался? Я ухожу проповедовать. Он сказал, это звучит хорошо. О, интересно. Он сказал, можно я тоже пойду с тобой? Почему бы и нет? Я сказал, что ты умеешь делать? Я спросил. Он сказал, не знаю. Я спросил, но ты можешь вести людей, когда они поют песню? Он сказал, я не умею петь. Он мог бы меня спросить, что я умею. И у меня был бы тот же самый ответ. Ничего. И вот мы сели в эту его штуку, в которой было четыре колеса. Он собрал ее из отдельных частей. И свинтил их вместе. Выглядела она смешно. И вот поехали. Это было вот так. Три такта вперед и один назад. Она потребляла больше воды, чем бензина. Радиатор был не под корпусом машины, а снаружи. И примерно через каждые десять миль он взрывался. И лилась горячая вода. Так что нам приходилось останавливаться. Идти на ближайшую ферму. За ведром воды. И остужать двигатель. И продолжать свое путешествие. После примерно третьего взрыва мы остановились под деревом. Это было тропическое дерево с такими плодами. Если они не зрелые, и ты ешь их, то во рту такое чувство вяжущее. Но те были зрелые. И мы их ели. На первое, на второе, и на десерт. Одно и то же. Моя первая еда вне дома, я ее взял на дереве. Бесплатно. Мы дальше поехали. И я увидел небольшое белое здание школы. Сельская школа. Деревенская школа. Где все классы занимались в одной и той же комнате. Очень примитивная школа. Я сказал, вот то, что нужно. Туда езжай. И мы остановились у той школы. Я пошел искать кого-то. И нашел человека, спросил, у кого есть ключ от этой школы. Он сказал, вон у того мужчины, который там пашет на поле. Я перепрыгнул через забор. Побежал через поле. И сказал, извините, сэр. Он развернулся. И на нем была такая старая шляпа, которая выглядела так, как будто лошадь откусила кусок от нее. Она не была ценной. Он сдвинул ее на затылок. И у него не было волос на голове. Потом он оскалился на меня и сплюнул. И у него не было ни единого зуба во рту. Немного осталось от старика. Я сказал, послушайте, у вас есть ключ от здания школы. Вы должны дать его мне. И я буду там проповедовать. Он еще сплюнул. И собирался сказать нет. Я сказал, не говорите этого. Я умирал от туберкулеза. Врач говорил, что я умру через два часа. И если вы не дадите мне ключ, я умру от туберкулеза. И вы будете виноваты в этом. Он нашел ключ. Я сказал, а еще нам нужен фонарь там. Там не было электричества. Он сказал, пойди к женщине. Все фермеры не использовали слово жена. Просто женщина. И я пошел в его дом. И сказал, ваш муж говорит, что я могу позаимствовать фонарь. И та замечательная женщина дала мне фонарь. И мы с моим другом начали убирать то место. Там было грязно. Грязь была на полу. Грязь была везде. А два мальчика немного знают об уборке. Ну, мы, по крайней мере, туда-сюда подвигали эту грязь. Окна были деревянные. И мы открывали эти окна. И тогда просто получились дырки, стены. Но это пустило солнечный свет. И мы убрали комнату. И потом просто ходили. Ждали. И в тот вечер пришло семь человек. Я сказал, вы зачем пришли? Они сказали, кто-то сказал, что здесь церковь. Мы пришли в церковь, на собрание. Но я не приглашал вас. Они спросили, можно мы останемся? Ну, наверное. Садитесь. Стулья были самодельные. И очень грубые. И те фермеры слушали меня пару минут и потом говорили вот так и сплевывали на стену. Вы спросите, о чем же ты проповедовал? Сначала я попросил своего друга вести прославление. Минуты через две он понял, что у него нет никаких способностей к пению. И что у тех семерых мужчин тоже нет никаких способностей к пению. Это была церковь без песен. Итак, настал мой черед. И я прочитал Исайю 41, стихи 10 и 11. И начал рассказывать им, как раньше я был плохой мальчик. И они сказали, вот так. И сплевывали. Я так рассердился, что после того, как говорил минут 10-12, я сказал, а теперь идите домой. И надеюсь, что все вы до одного попадете в ад. Я был самым ужасным проповедником, который когда-либо был у Бога. Я был зол на тех мужчин. Я спросил одного из фермеров, можно ли остановиться у него на ночь. И он взял нас к себе. На следующий день я просто ходил по ферме. Мы жили в Новом Орлеане, в Мобил, штат Алабама, и в Панамо-Сити, штате Флорида. Но я не помню, что когда-нибудь я видел ферму. У нас было столько дел в городе, что на ферму времени не оставалось. И мы всегда жили на побережье. Так что мы плавали, как рыбы, и резвились на берегу и в воде. Но на фермы не бывали никогда. И я просто осматривал по месту. Пришло время идти в церковь. Я сказал, церковь? Я не объявлял никакого собрания в церкви. Он сказал, ну ты должен пойти. Потому что те семь человек рассказывает людям, что будет церковь, что ты величайший лжец, который когда-либо здесь появлялся. И все придут слушать твои басни. Я сказал, я никаких басен не рассказываю. Я рассказывал вам правду. Нам так не показалось. И я пошел с ними в церковь. В здании школы. Там было 35 человек. И там было 8 или 10 женщин. И я знал, что теперь мы можем что-нибудь спеть. Женщины пришли. Я сказал своему другу, ты встань вон там. А эти женщины будут петь. И мы делали это минут 10. Помолились. И настало время, чтобы я проповедовал. Я сказал, Боже, что же я сейчас буду делать? О, я знаю, что я буду делать. Я буду проповедовать ту же проповедь, что и вчера. И я дал им ту же самую проповедь, что и вчера, предыдущий вечер. И вы бы подумали, что там был цирк. Они смеялись надо мной. Плевали на стену. Хлопали себя по коленкам. О, Боже, сказал я. Зачем же я в тот гроб не пошел? Там наверняка было бы получше, чем здесь. Когда я закончил, я сказал, теперь слушайте. Если хотите в ад, выходите через дверь. Если хотите на небо, идите сюда и молитесь. Спокойной ночи всем. Вы спросите, кто же спасся? Не имею ни малейшего представления. Я никому не говорил, что нужно спасаться. Я их слишком сильно ненавидел. Я понял, что мне нравятся горожане, а фермеры не нравятся. На следующее утро, тот фермер, у которого мы жили, спросил, сколько ты собираешься жить здесь? Я не знаю, сказал я. Это первое место, куда я приехал. Он спросил, ты знаешь, что написано в Библии? Кто не работает, пусть и не ест. Он сказал, я еще это не читал. Но я сказал, я работаю. Я проповедую. Он сказал, это не работа. Ну, а что же работа? Он спросил я. Он сказал, коровить моих свиней. Это работа. И если сегодня ты не покормишь моих свиней, ты не будешь есть за моим столом. О, Боже мой. Все становится еще хуже, сказал я. Он показал мне два больших ведра. Он сказал, одно берешь в одну руку, в другую, в другую. Идешь вон по той тропинке. И там увидишь свинарник. У меня вообще всего было две пары брюк. Либо одну носил, либо другую. Это все брюки, которые у меня вообще были. Я шел, и эти помои для свиней, пока я шел, они выплескивались из ведра и попадали на мои брюки. Они пахли ужасно. От меня пахло свинарником. Я дошел до того места, где были те свиньи. Они выше, чем по колено. стояли в своей собственной грязи. Я взглянул на них. Господи, где же это видано такое? Вы грязные твари. Вы самое грязное, что я когда-либо видел. Я взял одно из этих ведер, и я прокинул. И я понял, когда ты говоришь людям, какому-то человеку, что он ест как свинья, я понял, как же на самом деле свиньи едят. Сначала они ставят туда свои ноги. И потом все туловище туда, в эту корыту. И плавают в нем. И едят. Как свиньи. Я сказал, Господи. И начал плакать. Я всегда думал, что я блудный сын. Мои собственные братья и сестры говорили, что я просто случайность. И вот я в свинарнике. И я знаю, что я блудный сын. Лучше б я был мертв. Рядом росла кукуруза. И я пошел туда на кукурузное поле и лег там. И плакал, и плакал, и плакал, и сказал, Бог, если б я только лучше понимал жизнь, почему ты раньше не сказал мне, что мне нужно будет кормить свиней? Я бы тогда выбрал гроб. Ты спросишь, что же ответил Бог? Ничего. Он никогда не отвечает на глупость. Вот почему он никогда не говорит со многими людьми. Напрасная трата времени и дыхания. И пока я там лежал и плакал, я сказал, Бог, я не знаю, что делать. Я здесь кормлю свиней, как блудный сын. И Бог заговорил со мной. Он сказал, если ты будешь верен, если ты будешь верен, я благословлю тебя, и я возвеличу тебя, выше, чем ты когда-либо мог себе представить. Я сказал, мне это уж точно нужно. И я взял те ведра и понес обратно. Во дворе был большой квадратный колодец. Я налил воды и облил себя с головы до ног. Потом набрал еще воды, налил в эти ведра и пошел в ту маленькую комнату, где я жил. И смыл помои свиней. И плакал, плакал. Там была такая старая плита. Я поставил на нее утюг, нагрел его и выгодил свою одежду. И сказал, Боже, насколько меня хватит? И Бог ответил мне и сказал, ты должен любить этих людей. О, я не понимал этого. Как же можно таких людей любить? которые заставляют тебя кормить их свиней. Но что-то произошло. Людей становилось все больше и больше на собраниях. И одна тема, которая им нравилась, антихрист. Они ничего не знали об этом. И я тоже ничего не знал. Это дает хорошую комбинацию. Нашего президента в то время звали господин Рузвельт. И они говорили, мы думаем, что он антихрист. Я говорил, ну что ж, невозможно. Они говорили, а ты просто думать об этом проповедуй. Так что иногда бывает нужно проповедовать не по Библии. Я послушался фермеров, и они стали таки приходить. И они выходили к алтарю и спасались. И я спросил, что же, ни о чем же сейчас проповедовать этим людям? Когда у меня была воскресная школа, мы там изучали Даниила в львийном руле. Это было бы хорошей проповедью этим людям, чтобы скормить их львам. И потом я еще читал о трех еврейских юношках. Но притча о блудном сыне мне не нравилась. Потому что я до сих пор кормил свиней. Так что я проповедовал по воспоминаниям о воскресной школе. И людей все становилось больше и больше на собрании. В конце концов, тот зал, то место, эта комната была переполнена. И снаружи тоже было много людей. Я не знал, что так много людей может приходить в церковь. Но это было далеко в глубинке в деревне. Там давно уже никто не бывал. И я был что-то новым. Проповедник. Они подходили ко мне и говорили, и говорили, ну, просто делай то, что хочешь. Я сказал, я хочу научиться зарабатывать на жизнь. Мой отец говорил мне, что я умру с голоду. Я не хочу умереть с голоду. и они объяснили мне, что нужно собирать пожертвования. И в тот вечер я уже проповедовал восемь раз к тому времени. И еще ни разу не собирал пожертвования. Я не понимал, что пожертвования это часть всего этого дела. и я сказал тогда, что мы соберем пожертвования. У нас не было во что положить пожертвования. Кто-нибудь, пожалуйста, одолжите мне шляпу. Вы спросите, шляпа нашла я для себя? Та же самая, которую я там на поле нашел, от которой лошадь откусила большой кусок. Я взял эту шляпу и передал ее по рядам. Прежде чем мы закончили передавать ее, тот старый фермер сказал, верните-ка мне мою шляпу. Да, сэр. Я выложил деньги на небольшой столик. И мне было 17 лет. Я начал сразу считать их. Репанок. Раз, два, три. Там были центры. Там не было ни одного пятицентовика. Там не было ни одного десятицентовика. 26 центов было только. Я посмотрел, посмотрел на фермеров. Они все прятались из-за спины друг друга. Потому что они видели, что там были только центы. Я сказал, я не думаю, что я проживу на этом. Мне нужно больше денег, чем 26 центов в неделю. мой отец говорил мне, что я умру от голодной смерти. И потом что-то внутри меня поднялось. Я был городской мальчик. Я спросил, у кого-нибудь здесь есть цыплята? и все подняли руки. Я сказал, вот за той дверью я поставлю клетку для цыплят. И завтра вечером все должны принести мне по цыпленку. Я спросил, у кого-нибудь здесь есть поросята? Все руки подняли. с той стороны сказал я, у меня будет клетка для свиней. И завтра вечером все принесите мне по свине. Это говорил 17-летний мальчишка. Это его первое собрание. Но на следующий вечер собрание невозможно было проводить. Петухи кричали. Мои петухи. Курицы кудахтали. Они были так горды тем, что снесли яйцо. Сделали то, чего не может сделать ни один петух. И с другой стороны хрюкали свиньи. звук был такой жалобный. Они знали, что близится верховное жертвоприношение. хрюкали. Яйцо можно съесть и при этом не съесть цыпленка. Но если ты хочешь поесть свинины, то свиньи уже нет. И я все это отдал фермеру. Он отнес это на рынок. И я стал самым богатым проповедником в округе. я сказал, раз это не здорово. Каждый понедельник я буду собирать цыплят и свиней на зарплату себе. И я неплохо поживал. Через шесть месяцев я купил новый Форд. ты спросишь, а сколько он стоил? 485 долларов. Конечно, тогда они были лучше, чем сейчас. У меня была машина с цыплят и свиней. Ты знаешь, ты всегда можешь что-то сделать. Ты не обязан просто сидеть в грязи. У Бога есть выход из любой ситуации. И тогда эти фермеры сказали, мы хотим креститься в воде. Я сказал, а я здесь причем? Бог ни разу не сказал мне, чтобы я крестил вас. Он сказал мне, что если я буду проповедовать, я буду жив. Я проповедую и я живу. И этого достаточно. Они сказали, но ты должен нас крестить. Я не собираюсь вас крестить. Они сказали, но когда здесь бывают баптисты, они крестили нас. Я сказал, ну вступайте в баптистскую церковь. Они там вас покрестят. тогда они начали плакать. Тот, через которого мы отдали наши сердца Иисусу, даже не хочет нас крестить. Боже, в этом деле все шиворот на выворот. Кому же охота залезать в воду и мокнуть? Пусть лучше вступят в методистскую церковь. там брызгают пару капель. Они сказали, ты должен сделать это вот здесь в ручье. И мы объявили, что в воскресенье днем будет крещение и там были сотни людей. Вся эта вся деревня, все окрестные деревни пришли в движении и пришли посмотреть на проповедника, у которого в пожертвованиях цыплятые свиньи. И они говорили, никто еще здесь такого никогда не делал. И сейчас он будет крестить этих людей. Пойдем посмотрим. И все туда пришли. я жил на побережье океана. И можно было пройти большое расстояние. И вода не дошла бы до колена даже. И когда я зашел в тот ручей, три шага, и вода уже дошла дошла. Как же я буду крестить на такой глубокой воде? Потому что должно быть достаточно места, чтобы человек крестился. Я не понимал, как же я буду это делать. Да, я ходил в Пятидесятническую церковь, но не обращал много внимания на то, что там делали люди. Я всегда сидел сзади, и болтал с девочками. И писал им записочки. Такие, Сюзи, как я тебя люблю. А Руфи писал то же самое. И Мэри получала такую же записочку. Так что никто не мог мне поверить. Так что я немного понимал в том, что такое церковь. вода и особенно водное крещение. Я зашел в воду, и там было довольно глубоко. Прочитал из Матфея 28 главы, что мы должны крестить вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я сказал, если вы рождены свыше, вы можете спуститься и креститься в воде. Я отошел назад в воду, и идет мужчина. Он расталкивал себе дорогу локтями, всех расталкивал. И он весил килограмм 200. Я сказал, Боже мой, вот теперь у меня беда. Он был такой большой, что в магазине не мог купить себе одежду. Его жена должна была шить ее ему. Я поглядел на этого гиганта. Он меня напугал до смерти. Я должен был его крестить, но как? Как же я его погружу под воду и потом достану? Он твердо решил, что он будет первым. Он всех растолкал. Я спросил, ты кто? Он сказал, как его зовут. Я сказал, ты не спасен. Я пытался как-то выкрутиться, чтобы не крестить его. Да, я спасен. Где ты спасся? на твоем собрании сказал он. Я сказал, я тебя первый раз вижу сейчас. Он сказал, но я спасен. И я должен принять крещение. И он начал заходить в воду. Я уже больше не мог видеть солнце. Все, что я видел, это его комбинезон и сверху голова этого гиганта. он сказал, Боже, помоги мне сейчас. Он может меня утопить. Я сказал, во имя Отца, Сына и Святого Духа. И ударил его по лбу. Взял его за комбинезон спереди и сзади и попытался опустить его под воду. Но он перевернулся, перевесил и оказался наверху, надо мной. И мы опустились на дно того ручья. И он был надо мной. Когда мы в конце концов встали, люди были потрясены. они валялись по песку, смеялись и смеялись. Это был самый счастливый день в их жизни. Увидеть, как проповедник сам себя утопил. гиганты. И я сказал тогда этому гиганту, вставай сюда. когда я сказал, эти люди будут спускаться, я буду говорить Отец, Сын и Святой Дух и буду ударять их по голове, буду передавать их тебе, ты будешь опускать их на дно ручья и будешь доставать их обратно. Больше двух часов мы крестили людей. Я говорил, Отец, Сын и Дух Святой, а тот гигант опускал их и поднимал их. Я прошел через много очень серьезных ситуаций. Однажды парни разозлились на меня за то, что их подруги спасались и кидали в меня тухлыми яйцами. Я сказал, эй, вы, кучка трусов. Я хорошо могу за себя подстоять. А ну-ка давайте разделим эти яйца. и я побью вас ими. И они решили, что больше не будут бросать меня. И после того собрания мы построили там церковь, нашли пастора туда, и из той церкви два человека поехали в Африку миссионерами. И из той части страны вышел один из великих пасторов выдающихся пасторов. Ты спросишь, сколько времени ушло на это? Шесть месяцев. Я не знал, сколько времени нужно оставаться на одном месте. И знаешь, если тебе некуда идти, ты должен оставаться там, где ты находишься сейчас, иначе ты будешь непонятно где. Поэтому я остался там. и там была еще одна школа. Меня туда пригласили и было еще одно школьное пробуждение. А потом еще одно. Я таким образом все время двигался на север и пришел в штат Теннесси. И однажды вечером на одном из таких собраний. Я сидел сбоку и вдруг не мог видеть людей. Я видел японцев, китайцев, монгольцев, маньчжуров, индейцев, малазейцев, африканцев, латиноамериканцев, европейцев, европейцев. Я видел их так же ясно, как сейчас вижу вас. И я сказал, прекрасно. Мне нравится это. И Бог сказал, разве ты не знаешь, что это такое? Я сказал, нет. Он сказал, это дорога жизни. Каждый человек идет по этой дороге. И потом я увидел поворот, который отходил от этой дороги. Тысячи людей сходили с дороги. И я спросил, а они кто? Иисус сказал, это моя церковь. Они уходят с дороги жизни, и они идут ко мне на небо. А, я пошел дальше по дороге жизни. мое тело по-прежнему было в той маленькой деревенской церкви. Но мой дух был над теми людьми. И в конце концов мы дошли до конца дороги жизни. И я посмотрел вниз. Там было озеро огненным. Я знаю, что есть ад. Я видел его. И те люди в конце жизни видели, что они потеряны. Они кричали. Они хулили Бога. Я никогда не мог представить себе такой страшной муки, когда они падали в озеро огненное. Они погружались и никогда больше не показывались. Они были навеки потеряны. И еще больше людей шли и падали. И новые люди исчезали. Я сказал, Господь, зачем ты показываешь мне это? Это отвратительно. Почему ты не покажешь это кому-то другому? Он сказал, это есть в Библии. Эзеки 3 стихи 17, 18 и 19. Если нечестивый будет совершать свои нечестивые дела и умрет в своем нечестии, и ты не будешь предупреждать их о их нечестии, то я взыщу их кровь с твоих рук. кровь струилась между моих пальцев. Я хотел избавиться от нее, но как я могу избавиться от этой крови? Китайцы, японцы, корейцы, как я могу избавиться от нее? Бог сказал, ты должен идти к этим людям. Я сказал, я не хочу. сказать тебе что-то. Мне не нравятся иностранцы, и мне не нравятся эти люди в Теннессе. Я хочу вернуться во Флориду. Я хочу вернуться домой к родителям. Мне не нравится это занятие. С меня этого хватит уже. Я хочу домой сейчас. И Бог сказал, нет, ты пойдешь к этим людям. И если ты не пойдешь, то на всю вечность их кровь будет у тебя на руках. Это был первый вызов, с которым я встретился в моей жизни. Давать другим, благословлять других, помогать другим. Я взбунтовался сказал, я просто не могу этого делать. Я не знаю иностранцев. Я никогда не видел ни одного там, откуда я родом. Я не хочу делать это. И Бог сказал, тогда их кровь будет на твоих руках. Я сказал, скажи кому-то другому. Он сказал, я уже говорил. Это есть в книге. Это написано в книге. если они не поймут и не послушаются, то у них будет кровь на руках всю вечность. Я плакал, плакал так, что чуть не умер. Все остальные люди в церкви ушли домой. Я лежал на полу и молился всю ночь. Я сказал, Боже, не обращайся со мной так. Я просто хочу быть деревенским проповедником. Просто хочу ходить в школы и рассказывать фермерам об Иисусе. Не заставляй меня делать это. Бог сказал, ты должен сделать это. Однажды ты поймешь своей жизнью. Когда Бог говорит, ты должен слушаться Его. Когда мне было 20 лет, я сел на корабль в Сан-Франциско и поехал искать этих людей. Сейчас я побывал в 119 странах, ища этих людей. Рассказывай им, что Бог любит их, и что Он вложил любовь в мое сердце, чтобы они не попали в озеро огненное, чтобы они не кричали всю вечность, чтобы они не хулили Бога всю вечность, чтобы и грехи были прощены. И сегодня днем Бог здесь, на этом месте, чтобы изменить твою жизнь, чтобы изменить твою жизнь. Давайте все встанем. Это не вся история моей жизни, это только начало ее. Что-то в ней интересно, радостное, что-то нерадостное, но запомни, всякий, кто проповедует с этой кафедры. Когда-то у него были проблемы, которые были слишком велики для него самого, которые только Бог может решить. И он до сих пор решает эти проблемы. Я все еще иду с Богом очень смиренным образом. когда люди встанут и говорят, что велик, я не верю в это. Я не верю в это. Я не великий. Вы слышали мой рассказ? Я грешник, который спасен по благодати. У меня нет прав на небо. Во мне не было духа любви. Я был бунтарем. и то, кто мы есть сегодня, это по благодати Божьей. Благодать Божья. Каждый из вас, кто хотел бы, чтобы Иисус вошел в ваше сердце, пройдите по этим проходам, и мы будем молиться за вас. Сделаем это прямо сейчас. Прямо сейчас. Выйдите со своего места. Если между вами и Богом дела не в порядке, позвольте Богу привести их в порядок. Выйдите быстро. Ты знаешь свою собственную нужду, поэтому приходи сейчас отовсюду. Мы ждем вас с балкона. Мы хотим, чтобы вы пришли сейчас, и чтобы Иисус изменил вас. Пусть Он сделает вас новым творением во Христе Иисусе, потому что Он любит вас. Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли в жизнь вечную. Выйдите быстро сейчас. Придите быстро во имя Иисуса. Иисус хочет любить вас. Ты скажешь, я уже пытался, ничего не получилось. Попробуй еще раз. все работает. Это получится. Если ты отступник, приди сейчас сюда и позволь Иисусу благословить тебя. Позволь Иисусу благословить тебя. Позволь Иисусу благословить тебя. И также если у тебя болезнь, о которой врачи говорят, что ты умрешь от нее, ты тоже можешь выйти. И мы будем верить Богу вместе с тобой о чуде Божьем в твоей жизни. Дьявол лжец. Бог не хочет, чтобы ты погиб. отдай себя Ему сейчас своим сердцем. Иисус 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok